Четыре года назад ушла из жизни российская актриса и телеведущая, звезда детективного телесериала «Возвращение Мухтара» Наталья Юнникова. Роль обаятельной женщины-следователя Василисы Михайловой в популярном сериале так и осталась единственной большой удачей в карьере актрисы. Она оказалась, по сути, заложницей одного образа, снимаясь «Возвращение Мухтара» на протяжении почти восьми лет. Но эта проблема была ничтожна в сравнении с теми испытаниями, которые выпали на долю женщины. Будущая актриса появилась на свет в городе Липецк 25 февраля 1980 года и была младшей из двоих дочерей в советской семье, не имевшей никакого отношения к актерству и кинематографу. Маленькая Наташа росла артистичной девочкой и с ранних лет мечтала о том, что однажды станет известной актрисой. В школьные годы она занималась музыкой и принимала участие в самодеятельности. Талантливая девушка без труда смогла поступить сразу в три престижных театральных вуза – в легендарную «Щуку», в «Гитис» и в «Щепку». Наталья остановила свой выбор на высшем театральном училище имени Щепкина. Учеба давалась Юнниковой легко, к тому же у красавицы появилась масса новых друзей и ухажеров, один из которых оказался настоящим преступником. Это был студент режиссерского факультета, который давно присматривался к девушке. Однажды, когда ребята дружно праздновали в общежитии чей-то день рождения, злоумышленник, выждав момент, когда Наташа отлучится, увязался за ней. Он напал на девушку и взял ее силой. А после стал буквально преследовать ее в институте угрозами и шантажом, склоняя к отношениям. По словам актрисы, это преступник и шантажист был первым в ее жизни мужчиной. Наталья понимала, что нужно обратиться за помощью к правоохранительным органам, но ее пугала одна мысль о том, что придется давать показания и в подробностях рассказывать обо всем, что этот человек с ней делал. В результате своей бедой она поделилась лишь с несколькими близкими друзьями, которые серьезно поговорили с ее обидчиком и преследования прекратились. Позднее, вспоминая эту историю в интервью, актриса говорила, что тот человек так и не понес никакого наказания. Более того, он стал известным и востребованным режиссером и влиятельной фигурой в отечественном кинематографе. Но его имени Наталья Александровна никогда не называла. Для впавшей в депрессию девушки настоящим спасением стали отношения с начинающим кинематографистом Антоном Федотовым. На момент знакомства они оба были еще студентами, но молодые люди сразу же прониклись теплыми чувствами друг к другу, а вскоре решили съехаться и начать жить вместе. В 2001 году, едва окончив учебу, влюбленные официально зарегистрировали свои отношения, но никакого торжества по этому поводу устраивать не стали. Когда родители Антона решили эмигрировать в Израиль, молодые люди последовали за ними, посчитав, что там их ждут лучшие перспективы в профессиональном плане. Супруги поселились в Тель-Авии, и первое время у них действительно все складывалось более-менее благополучно. Они оба устроились работать на русский телеканал в качестве ведущих, не испытывали особых трудностей и строили планы на будущее. Через несколько лет Наталья забеременела, но это радостное событие совпало с назревшим в семье кризисом. Рождение сына Ролана тяжело далось молодой женщине, не обошлось без хирургического вмешательства, но, к счастью, все остались живы. Однако появление долгожданного наследника вовсе не укрепило семью. В середине 2000-х годов, когда разразился вооруженный конфликт, находиться в Израиле стало опасно. Тогда актриса с маленьким сынишкой отправилась в Россию, а вскоре за ними приехал и Антон. На родине обстановка в семье накалилась до предела, и стало ясно, что этот брак уже не спасти. В 2008 году супруги официально оформили развод. По некоторым данным, Федотов в то время страдал игроманией, наделал много долгов и стал тащить деньги и ценности из дома, надеясь отыграться. После болезненного развода Юнникова замуж больше никогда не выходило. Дебют молодой актрисы случился в середине 2000-х годов, когда она исполнила небольшую роль в мелодраматическом телесериале «Личная жизнь доктора Селивановой». После этого Юнниковой стали поступать предложения от режиссеров, правда, звали ее только на второстепенные и эпизодические роли. Актрису можно увидеть в многосерийной мелодраме «Татьянин день», в военном драматическом сериале «Диверсант 2. Конец войны», в детективном телесериале «Паутина» и его продолжение. Позднее она снялась в ситкоме «Кухня», мини-сериале «И в горе, и в радости», а также некоторых других проектах. Настоящей удачей для актрисы стала роль следователя Василисы Михайловой в популярном детективном телесериале «Возвращение Мухтара», в котором она с перерывами снималась на протяжении почти 8 лет. На самом деле Наталья Александровна мечтала о серьезной драматической роли, но так ее и не дождалась. Незадолго до своей трагической смерти актриса покинула команду прославившего его сериала и начала работу в новом проекте своего супруга – ситкоме «Ивановы-Ивановы». Юникова много работала, но, несмотря на это, все же испытывала некоторые финансовые трудности. Снявшись в нескольких сезонах «Возвращение Мухтара», она сама решила покинуть проект, заранее сообщив продюсерам о том, что после завершения очередного сезона больше на съемочную площадку не вернется. Официальной причиной ухода было названо желание актрисы больше проводить времени со своим маленьким сыном, которого она из-за большой загруженности практически не видела. Но на самом деле была еще одна причина, о которой женщина откровенно рассказала в интервью незадолго до смерти. По словам Натальи Александровны, она долгое время была мучительно влюблена в некого своего коллегу по имени Алексей, который попросту обманывал ее и использовал. Мужчина сам стал инициатором их романа, соврав о том, что давно разведен. Когда выяснилось, что любовник женат, он клялся, что разведется и женится на Наталье. Актриса была по уши влюблена и не находила в себе сил на то, чтобы прекратить эти отношения. Сам же Алексей пользовался сложившейся ситуацией в своих корыстных целях. Он рассказывал влюбленной женщине жалостей в истории и постоянно просил у нее деньги в долг, которые потом забывал вернуть. Все это продолжалось около трех лет, и актриса, так и не найдя в себе сил бросить любовника, решила уйти из проекта, чтобы больше не видеться с Алексеем. К сожалению, покинув рейтинговый сериал, Юнникова так и не смогла найти ему достойную замену. Счастье в личной жизни женщина тоже так и не обрела. В сентябре 2017 года с актрисой случился несчастный случай. По некоторым данным, Наталья Александровна неудачно упала у себя дома и обо что-то сильно ударилась головой. Женщина потеряла сознание, а рядом никого не было, кто мог бы прийти ей на помощь. Когда актрису обнаружили и на скорой доставили в больницу, то медики диагностировали у нее обширное кровозлияние в мозг. К тому моменту ее состояние оценилось как критическое. Врачи были вынуждены ввести женщину в искусственную кому и подключить к аппарату искусственного жизнеобеспечения. К сожалению, все старания специалистов оказались тщетными. 26 сентября 2017 года Наталья Александровна умерла, не приходя в сознание. Ей было всего 37 лет. У нее остался 11-летний сынишка Ролан, который теперь проживает с отцом и его новой семьей.